Добрый день, мои дорогие подписчики! Так получилось, что моя невестка привезла мне целый пакет моркови. И сегодня я решила пустить ее в дело. Хочу приготовить морковные котлетки. Вы все знаете, что в моркови очень много полезных веществ, таких как каротин, витамины, клетчатка. И чтобы нам не растерять все эти полезные вещества приготовки, будем жарить их при умеренной температуре. А сейчас я хочу натереть морковь на терке. Да, кстати, для приготовления котлет нам кроме моркови еще нужно 2-3 столовые ложки манки, 2 яйца и щепотка соли. Попробуем. Итак, морковка натерта. Сейчас я сюда разобью 2 яйца, добавлю манку, соль и все тщательно перемешаю. 2 яйца, 2 яйца, 1 яйца, 2 яйца, 3 яйца, 2 яйца, 2 яйца, 3 яйца, и манку добавляем. Манго скрепит нашу морковку, чтобы она не растекалась по сковородке. Добавляем соль. Все, тщательно перемешиваем. Ну вот, я все тщательно перемешала. Вот такая у меня получилась морковная масса. Сейчас я оставлю минут 10 постоять, чтобы набухла манго. И начну формировать котлетки морковные. Обваляю их в сухарях. И буду испекать на сковородке смазанной растительным маслом. Так, вот так вот формируем котлетки. Обваливаем в сухарях. Формируем ровненько. И готово. И так всю массу. Вот так вот, посмотрите, как они уже у меня жарятся на сковородке. Через несколько минут я переверну их. И тогда их можно накрыть, будет сковородку, накрыть крышечкой. Чтобы они внутри хорошо пропарились. Чтобы их очень долго не держать на горячем окне, на сильном окне. Чтобы сохранить по максимуму витаминки. Это сковородочка у меня цептеровская. Мне она так нравится. Я на ней обычно жарю всегда сырнички. И вот морковные, ну и овощные котлетки. Потому что они вообще не пристают и вот так вот катаются. Хотя этой сковородке у меня уже лет 30. Как минимум. Ну вот, у меня все котлетки уже подрумянились. Я их уже перевернула на другую сторону. И сейчас их можно прикрыть крышечкой уже и убавить огонь. Чтобы они пропарились. Ну вот, котлетки наши приготовились. Сейчас мы их подойдем к столу. Ну что, посмотрите, какая прелестинушка получилась. Низкокалорийный ужин. Но я думаю, что он больше подходит для женщин и детей. Мужчинам бы сюда еще нужно бросить кусок мяса. А так всем желаю приятного аппетита. До свидания.